Мы уже обратились в правительство, но, к сожалению, пока мы не видим адекватной реакции. Что сегодня происходит? Нужно утром поставить 50 капельниц. А есть центральная инфекционная больница города Измаила, всего три медсестры. И, безусловно, здесь врачи падают с ног. И глобальность всей проблемы, она еще непонятна, потому что очень многие люди пока что лечатся в домашних условиях. Ну, как бы там расстройство желудка, легкое недомогание. А это потом приводит, наоборот, к обострению болезни. И еще больше людей сегодня врачи ждут, что будут обращаться тех, кто просто вовремя не обратились. А это дети. Фрукты, руки. И что сегодня нужно здесь? Здесь нужны медицинские работники, которых должен привлечь Киев, должна привлечь область, чтобы просто обеспечить нормальный уход за людьми. Вот сегодня с утра здесь нет энтеросгелия. Это самое элементарное лекарство, которое необходимо в таких случаях. И самое дешевое лекарство, которое у нас есть. Да, его там завтра привезут. Но один день больше ста больных, будут уже нарушен курс лечения. Поэтому, что мы считаем необходимо сделать, необходимо сегодня объединить все усилия. Нужны врачи-волонтеры, мы готовы привлекать врачей-волонтеров. Но здесь не должно быть как бы самодеятельности. Должна быть центральная, понятная система работы. И, конечно, Киев должен срочно взять ситуацию на контроль. И то, что нет министра здравоохранения сегодня, и то, что уже на выходе вице-премьер по социальной политике, вот сегодня очень яркий пример здесь. Когда три медсестры на 50 человек, люди падают с ног. И, конечно, нужно сделать все, чтобы обеспечить полностью лекарствами, медперсоналам, питьевой водой и предотвратить дальнейшее развитие эпидемии. Потому что в масштабах города хоть как-то ситуация контролируется городской властью, депутатами, всеми силами. А уже буквально несколько километров от города это уже считается как бы областной центр.